Шоколад с зеленым чаем матча, конфеты на основе фруктового пюре, начинка из базилика и лайма – такие лакомства считаются в большей степени полезными. Необычные кондитерские изделия создает Одинцовская шоколатье Дарья и считает это полностью творческим процессом. Это просто абсолютный полет фантазии. Любой дизайн, все что угодно, любая техника, все что в голову взбредет, можно осуществить и реализовать на корпусе конфеты, либо плитки шоколада, либо батончика. То есть это чистое творчество. Два года назад Дарья пошла на курсы шоколатье, где окунулась в мир тонкостей шоколадного искусства, после чего успешно сдала экзамен, получила сертификат и продолжает творить прямо у себя на кухне. Кстати, ее сладкое производство получило название в честь дочери Жасмин. Натуральные и полезные ингредиенты – залог качества, говорит мастер. В конфетах нет места усилителям вкуса, заменителям, а количество сахара во всех рецептах – минимально. В арсенале обязательно каменная поверхность, формы для конфет, шпатель, пирометр и даже краскопульт. Вот, например, конфета какао-боб с тремя цветами удобнее окрашивать аэрографом. Небольшой расход, нет огромного облака какао-масла, и можно прорисовывать какие-то детали. Краскопульт подходит для окраски, например, форм в один или два цвета, делает градиент, половиночка, белая половиночка, там синий, объемный, ну такой более объемный бачок, регулируется подача воздуха, подача масла. Обычно Дарья уходит в творческий процесс под вечер, когда домочадцы не мешают. На приготовление конфет у нее уходят сутки. Процесс кропотливый, ведь надо создать правильную температуру для шоколада. А еще начинка должна кристаллизоваться около 12 часов. Содержимое конфет также имеет свою классификацию. Джандуи – это очень вкусная начинка, это смесь шоколада, то есть классический пример джандуи – это нутелла. Джандуи – это шоколад и ореховая пралине. Пралине – это орех, обжаренный в карамели, с карамелью, измельченный до состояния пасты. Если смешать пралине и шоколад, чаще молочный, мы получаем как раз-таки джандуи. Сердечки, космос, игральные кости, пилюли – авторская работа видна в каждой конфете. Шоколатье часто посещает мастер-классы и в будущем мечтает открыть свою школу, поделиться опытом. Недавно укоротительница шоколада создала целый цветок из какао-бобов. На такие съедобные скульптуры уходит около 6 часов. Дарья, расскажите, пожалуйста, какие у вас самые необычные конфеты? Да, самые необычные конфеты, пожалуй, это конфеты с базиликом, лаймом и малиной. Попробуйте ее, пожалуйста. Вот она. Так, сейчас попробую. Ммм, очень необычное сочетание. Вот так днем обычная кухня, а вечером мини-шоколадная фабрика. Дарья обязательно дегустирует все конфеты сама и домашним дает попробовать. Настоящий шоколад уменьшает аппетит и актуален в пост, в умеренных количествах, разумеется. Екатерина Крамар, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.